Девушки отдыхают А Тома тоже спасибо за две кошки жены В общем потихоньку потихоньку наполняем все это дело контентом Ну эмодзи это там к слову еще не все там потом еще появятся Феликс привет По доброй традиции наверное начнем мы с дейликов Пока люди потихоньку подходят мы пока быстренько заформим дейлики Субару спасибо за кошка жену Николаус привет У нас еще сегодня продолжение квеста с Нинкой Он оказался таким большим таким длинным Феликс спасибо за кошка жену Дим привет все нормально кошка жены победили Я спокоен Дим спасибо за пятнадцать 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 Карл Трапиков Спасибо Спасибо Получается Итер привет Сегодня темп стрима уже видимо задан да Можно не подкриживать пожалуйста я бы очень-очень-очень этого хотел Сегодня сегодня если что-то пойдет не так то во всем виноват Дима мы уже поняли Давайте продолжать выгуливать нашего Итта В бездне он мне вчера очень-очень просто очень-очень сильно понравился Он сделал все просто настолько красиво насколько это только можно было сделать красиво Козешка привет Подожди А ты сейчас разблокировал или это остался вчерашний? Потому что если вчерашний на двадцать четыре часа он брался то его по идее быть не должно уже А вчерашний Ну он же брался на двадцать четыре часа правильно? То есть по идее двадцать четыре часа уже прошло и он должен был уйти куда-то Да сегодня у нас там второй появился Так где он? Где он? Где он? Во сегодня у нас появился вот этот Ну и помимо этого у нас еще появилось вот это вот все пожалуй Ну это пока из того что есть в наличии Так дейлики 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 едем дальше Ничего потихоньку потихоньку насобираем всего этого добра Там еще по моему десять слотов осталось Ооо мой любимый дейлик Ну чиби вот кстати для тебя специально этот смайлик по большей части и был добавлен Потому что его основной пользователь это само собой ты Тут даже вообще без вариантов Прям вообще без вариантов Вот ну смайлики за ману разблокируются А подписка оформляется через этот Йо Мани А еще три часа десять минут Ну и нормально На сегодняшний стрим Ну почти на весь должно хватить Смотреть записи в Троу в Х2 Кстати довольно удобненько да Надо бы и мне посмотреть как это делать Давай дедуль давай 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 Ну где-то после двадцатого числа там канал у нас должен будет здесь немножко подрасти Там мы начнем мутить вот эти вот сундучки Которые с сокровищами Ну и как показывает практика это очень-очень сильно хорошо влияет на канал На его развитие Аватарку Фокса из Дисов смайлы добавь Ну это авторские права Фокса Я не знаю он вряд ли даст согласие свое на то чтобы его фото ушло в смайлики Если вы думаете что это аватарка Фокса То я вас огорчу возможно потому что это и есть Фокс Он такой и есть Это вот прям Фокс в натуральную величину Прям как нужно Сегодня кошка жены должны победить Не там уже 15 трапов забросили с одного захода Так что что-то шансов маловато сдается мне Сегодня шансов нет прям совсем Так 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 Субару Спасибо Спасибо за 9 кошка жен Стас спасибо за кошка жен Ну кстати А вот это уже добрый знак Хочу заметить Возможно они там уже и догнали И обогнали По моему даже побили рекорд Невли с семью кошка женами Так я просто пришел выполнить дейлик Просто дайте мне что-нибудь и я пошел Закатники держи Да-да-да Держи-держи-держи Все для тебя А хз-шка 10 же сразу Точно-точно-точно Не все Получается тогда не побит А так этот рекорд ты не побьешь 2000 маны Это же максимум Который можно накопить А не ну да Конкуренция же Это двигатель прогресса Угу План удался Кстати Говорю сразу Сегодня в 12 бездну Я не пойду Дом тебе привет Я просто Могу предположить Что вы захотите меня туда сегодня отправить Но я туда не пойду Прям желанием что-то вообще не горю Я вчера Потому что Я вчера там был Сегодня я туда пока не хочу А можно и больше 2к Собирать Ааа Ммм Сакуру чистить Не чебенем Сегодня у нас открывается Еще одно свидание Мы добьем две концовки Снингуан А потом у нас откроется Да вот оно уже открылось Мы Если сейчас зайдем вот сюда Заберем ключики И Все Теперь мы можем разблокировать Еще одно свидание Поэтому Сакура Пока В пролете Угу Дом тебе спасибо За двух трапиков Пока Определенно Сакура В пролете Можно кому-нибудь Апнуть уровень дружбы Не Я хочу карточку Дионы Она нужна Она нужна Люмин Привет Она очень сильно нужна Не так сильно Конечно Как Костюмчик на Кицину Но Все же Так С этим справились Дальше Меняем отряд Заходим в чайник Забираем плюшки И Идем по квестам Ну Это же Это же Сюжет Это же Классный сюжет Хотя Вон У Алекса Там тоже По-моему У него Только два свидания Пройдены Из всех Вообще Там просто Порой Такая милота Бывает В свиданиях Ну Или Бывают Суровые Свидания Как с той же Байдоу Ну А если Прям вообще Лень То Есть такая Штука Которая Называется Примогемы Так вот Их как раз Таки И дают За свидание Так Бонник Бонник Ну 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 Где-то Там Почти Итак Что у нас По Дионе Где Наша Карточка С Дионой А где Вообще Диона Давайте С этого Начнем Вот Диона Ну Чуточку Больше Наверное Половина Короче В процессе Спрей Спасибо 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 за Кошка Жену Все Поехали В Лио Нас Там Уже Должны Ждать Да Каду Ты Чего А Ну Всегда Можно Представиться Трапиком Знаешь Как это Работает Ну Должно Работать В теории Вот Вот Давали Бы Круточки Хотя Если бы Была БПшка Круточки Были Угу Круточки Бы Точно Были Две Концовки Две Концовки У нас Осталось У Нингуан Так Давайте Вспоминать Что Вчера Вообще Было Там Изначально Мы Пошли 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 Поиграли В прятки Ага Провели Аукцион Покушали Жареные Рыбки И Ага У нас На времени Отдыха Два Еще Разных Варианта Осталось Ну Пойдем Туда Оттуда Это Куда Ага Семь утра Стоп Семь утра Но нам же Нужно будет В нефритовый Дворец Правильно Ачивку Если звук Переключать Так Эта же Ачивка Есть Само собой Это же Пайман Надо было Там Чего-то Мутить Этой же Ачивки Уже Наверное С полгода Если не больше Она же Давным-давно Вышла Кому-то Пайман Не угодила И кто-то Постоянно Тыкал У нее Там Звук И Завтра Нужно иметь Ввиду У нас Стартует Новый Эвент Ну Он Скорее Всего Ну Да Это Жири Раны Он Несложный Так Что Фу А Следующего Дня Ну Ладно Не За Сакуру Ачивку Дают Это Понятно Это Наверное Единственная Единственная Причина Почему Я хочу Закрыть Все-таки Квест Сакурой Это Получить Ачивку Все Больше Больше Ничего Мною Не Движет В этом Плане Так Все Будем Нашу Прелесть Главное Не Не Тупить Здесь Как Это Было Вчера Так Все Давай Вылазь Итар Я Я Не Как Бы Фанат Мокреньких Мальчиков Там Дедовы Прочих Итов Я Б Диону Туда Допустим Бросил Я Б Кекингу Козу Ёмочку Их Бо Я Туда Бросал А Вот Нет Так Ну Да Мы Договорились Что Если Я Не Выбиваю Аято Первым Делом То Я Иду Проходить Сакуру Так Ну Да Я Все Ж Немного Нервничаю Так Все Поехали Искать Нужный Вариант У нас Сегодня Выходной Так И там У нас Были Варианты Выбора Во Давай Займемся Тем На Что У тебя Раньше Не Хватало Времени Сейчас В прошлый Раз Мы Занимались Тем Что Она Не Могла Себе Позволить А Здесь Мы Ткнем Пожалуй И то На Ее Раньше Не Хватало Времени На Что У меня Не Хватало Времени Скажи Ты Когда Нибудь Слышал Об Изобразитель Изображенных Мною Шахмат Изоб... А Слышал Об Изобретенных Мною Шахматах Или Или Может быть Играл Играл Них Вообще Впервые Слышу Они Называются Тысяча Лет В Ли Их Правила Я Адаптировала Взяв За Основу Традиционные Шахматы А я Создала Их Не Только Чтобы Развлечься Но И Чтобы Достоверно Отобразить Современный Ли Уэ Это Как В шахматах Можно Отразить Современный Ли Уэ Простите В мою Игру Я Ввела Множество Идей Которые Которых Не Было В Традиционной Версии Появились Новые Фигуры И Разные Доски Ага Там Кицин Например А Я До сих Пор Сейчас Уже Существует Более Тридцати Версий Ага И Правда Звучит Че-то Сложновато Знаете Игра У которой Тридцать Различных Вариантов Правил Ну Такое Себе Верно Это Одна Из Причин По Которой Шахматы Не Столь Популярны Но Я Считаю Что Облегчение Процесса Обучения Это Обязательно Хорошо Раз Одна Из Радостей Раз Одна Из Радостей Игры Шахматы Не В Том Разве Одна Из Радостей Игры Шахматы Не В Том Чтобы Постоянно Учиться И Осваивать Сложные Правила Мне В детстве Кстати Очень Очень Нравились Шахматы Это Было Лет В 12 13 Наверно Так И Как Заинтересовать Людей Думаю Главное Сделать Что Такое Что Привлечет Тех Кто Раньше Мало Играл Шахматы Изобразить На Шахматной Доске Леди Хину Или Сказать Что Леди Хина Очень Любит Шахматы И Она Рекомендует Играть Шахматы Я Планирую Сделать Новый Набор С Доской И Фигурами По Мотивам Битвы Залью Йота Привет Вообще Нет Прям Вообще Нет Одна Сторона Будет Играть За Хранителей Гавани Льюэ Другая За Фатуи И Оси Алла А Ага Так Ладно В это Я бы Сыграл Я Дам Тебе Попробовать Как Только Закончим Прототип Я Хочу Сделать Каждую Из Шахматных Фигур В Наборе Тысяча Лет В Льюэ Максимально Реалистичной Так 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 И Мы Не Можем Допустить Чтобы Среди Фигур Защитника В Льюэ Не Было Твоей Не Так Ли Чего Подожди Ты Хочешь Сделать Мою Шахматную Фигуру Типа Путешественник С С 24 Да И Ни Одну А А Все Я понял Это Будет Пешка Путешественник Будет Пешкой Ну Так Так И Есть По сути Что Так Он Шестерка Бегает Куда Не попадя Ну И Так Он Будет Пешкой Только Уже Знаете По Канону По Канону Думаю Сделать Так Что Шахматную Фигуру Путешественника Выпущенную Ограниченным Тиражом Можно Будет Получить Только Предзаказав Шахматный Набор По Полной Цене А А Ах Ты Хитрая Лимитированная Фигурка Путешественника Это Уместно Для Человека Твоего Статуса Так Я Часть Рекламной Стратегии А Деньги За Это Платят Тогда Она Пытается Нас Продавать Ну Хоть И В виде Фигурки Но Все Равно Продавать По Предзаказу Конечно Ты Виде Лицо Этого Исторического События Я Намерена Сделать Шахматные Фигуры Для Всех Кто Участвовал В тот День В том Числе Для Себя Самой Каждый Обладатель Шахматного Набора Сохранит Яркое И Убедительное Свидетельство Этого Исторического Момента На Память Короче Обычная Настолка По сути Будет Но С Любопытными Фигурами Звучит Прям Замечательно Ну Тогда Договорились Пойдем Чтобы Сделать Шахматную Фигуру Нужно Снять С тебя Мерки А че В смысле Прям Прям Подождите Это все Прям Настолько Реалистично Настолько Прям Что С нас Даже Мерки Снимать Нужно Допустим Так Кваст Веди меня Пожалуйста Правильно Айтами Айтами За 10 Кошка Жон Вот И Человек Который Сравнялся С Хз Человек Вчера Спасибо 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 За 10 Кошка Жон Да Все 15 Трапиков Которые Были В начале Стрима Они Как-то Померкли На этом Фоне Спасибо О Это Госпожа Нингуаны Торо Вы Разве Знакомы Да Встречались Как-то Я думаю Что Наши Отношения Заслуживают Более Теплых Слов А Я Не Дерюсь Своими Сокровенными Познаниями С Первыми Встречными Подождите Инер Мм Ой Айяяй Айяяяяяяяяй Та Та Самая Женщина Которая Завав Которая Вринг С Которой Мы Создавали Там Какие-то Духи И И Она Была Вы Знаете Максимально Многозначительна В своих Фразах Помним Помним Это Одна Из Первых Личностей Которая Почти В Открытую Напала На Путешественника А Есть слово для таких людей, как ты. В одну минуту согревающих теплом, а в следующую, обдающих холодом. Непостоянные. Хм, а у тебя сегодня хорошее настроение. Он так путешественника увидел уже. Как всегда. В сегодняшнем дне нет ничего особенного, но встреча с вами определенно принесла положительные эмоции. Ворон, привет. Шутки в сторону. Чем могу помочь? Помнишь те особые шахматы, о которых я рассказывала? Давай сегодня снимем с него мерки. Ой, а прикиньте, как ИНР будет рада снимать мерки с путешественника. Подожди, но разве она не фарфором вообще занимается? Роберт, привет. Каким бы бизнесом я ни занималась, я прежде всего женщина, одаренная множеством талантов. А разве ты не помнишь, как я учила тебя делать духи? Это же вообще не связано с фарфором. Ой-ой-ой, куда мы в Липре? Спрей, спасибо еще раз за окошко жену. Еще за одну. Сахарочек, тоже спасибо за окошко жену. Эм, вы понимаете же, да, в чьи лапы мы сейчас попали и кто будет снимать мерки? Так получилось, что я еще и искусный портной. Я молода и люблю все красивое. Разве это странно? И всех красивых, пока молода. Да? Инер не уступает в мастерстве ни одному из лучших портных страны. Я уже много раз пользуюсь ее услугами. Ой, простите, до меня наконец-то дотошло, на что намекает Тору. Ой, я должна была догадаться. Так, главное, чтобы Нингуан не оставила меня наедине с ней. А в комнате лежат все необходимые инструменты? Пожалуйста, пользуйтесь. А я пойду займусь фарфором. А, то есть... Нингуан будет снимать с нас мерки? А ты? Чего? Что мы будем делать? О, я думаю, Тору знает, чего хочет. Так, подожди. Она думает, что я хочу, чтобы Нингуан сняла с меня мерки? Не, ну да, но... А где вариант «да»? Да хватит искажать мои слова. Да я шучу, шучу. Не похоже на шутку. Вообще. Трудно не дразниться, когда вы так хорошо подходите друг к другу. Ну, с этим не поспоришь, кстати. Заходи, я смотрю тебя. Хм-хм. Так. Вот этот смешок ничего хорошего не сулит от слова совсем. Нет, ладно, сулит, хорошо. Это с какой стороны посмотреть? Видели, она уже свечи зажгла. Она максимально подготовилась. Если после этого я услышу новые странные слухи, ты станешь подозреваемой номер один. Да, 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 Николас, у него просто офигеннейший голос. Слухи о путешественнике или о шахматах? Любые. И то, и другое под грифом секретности. Не переживайте. Я знаю, когда остановиться. Не-не-не-не уверен я что-то в этом. Секреты интересны только тогда, когда они хранятся в тайне. Ага, надеюсь, надеюсь. Просто хватит двухсмысленных формулировок, ладно? Ты вводишь людей в заблуждение. Ай, неважно, нам пора идти. В весенних ароматах вам всегда рады. Приходите в любое время. Борщик, привет. Я немного жалею, что привела тебя сюда. Да, 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 в итоге нас облапали. О, ты... Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, заказывай в ювелирном доме, да? Погнали. Она жалеет, что позволила кому-то облапать путешественника. Николау, спасибо за кошку жену. А надо было самой снимать мерки, как тебе и предлагали. Судзаку, спасибо. Спасибо за кота-пиццу. Спасибо. А вот и еда приехала. Здравствуйте, госпожа Нингуан. Чем могу помочь? А я же говорил, что следующим этим заклинанием будет как раз-таки еда. И вот она, кота-пицца. Кстати, когда я съедаю один целую пиццу, даже среднюю, я примерно похож на этого кота по уровню округлости. Роберт, спасибо за двух кошка жен. Мы можем начать делать шахматную фигуру прямо сейчас. У меня есть мерки путешественника. Лемен, спасибо за трапика. Хорошо, позвольте перепроверить. Ага, да, все в порядке. Здесь есть все необходимые нам замеры. Я передам их мастеру в ближайшее время. Не, не, ХЗшка, не, это шпица. Из меня ходят слухи там и предположения, что из меня делают, но не верьте, это всего лишь слухи недоброжелателей. Воздух, спасибо за трапика. Хорошо. Итак, договорились. Пожалуйста, не используйте только высококачественные материалы. Демонслейер, привет. Конечно. Мы профессионалы и сделаем все возможное, чтобы обеспечить высокие стандарты качества в соответствии с ожиданиями госпожи Нингуан. Хотя, честно говоря, я должна сказать вам, что указанная цена продажи даже не покроет затраты на производство. А, подождите. А, она собирается дешево продавать? Она не собирается на этом рубить кучи бабла? Она просто хочет популяризировать эту игру? Я имею в виду не только прямые затраты. Ожидание высококачественных материалов затягивает время производства, а также уменьшает общее количество продукции, которое мы можем сделать. Да все в порядке. Это не ради выгоды. Да, она просто для того, чтобы это стало каким-то памятным событием. При создании каждого предыдущего набора всегда учитывались коммерческие или рекламные цели. А этот набор нужен на память. А, ну да. Тогда ладно. К тому же, как вы знаете, прототип шахматной фигуры «Нефритовый дворец» уже давно разрабатывается, но я не следила за ходом работ. «Нефритовый дворец?» А в этом шахматном наборе есть даже такая фигура? Да. И так же, как и твоя фигура, она будет выполнена с сохранением пропорций. А я бы, знаете, чего хотел? Вот-вот мелочь была бы, а приятно, чтобы можно было получить вот этот набор шахматный с вот этими фигурками как декор для чайника, и чтобы на какой-нибудь стол, скажем, там в спальне, либо в гостиной можно было на стол вот это поставить, чтобы оно там стояло. И ты такой заходишь, смотришь, о, фигурки стоят. Да, ну это же прям огромная работа. Да, это сложный проект. Но я совсем не ожидала услышать из уст госпожи Нингуан, что он некоммерческий. Как бы это сказать? Это противоречит вашему образу. Так я тоже говорю, что это странно, чтобы Нингуан да и о выгоде не волновалась. В бизнесе все сводится к соотношению доходов и издержек. А нужно сохранять холодную голову и принимать верные решения. Другими словами, быть рациональными. Роберт, спасибо за трапика. Но это легко воспринимается другими как цинизм. Люди начинают думать о тебе как о человеке, который заботится только о деньгах, а не о людях. Ну, конечно, это не так уж и плохо. Но в прошлом мне это мешало. А, мешало? Например, однажды мне отказали в сделке. Продали товары другому человеку. Мы оба предлагали одинаковые условия, но я не пришлась им по душе. А ты просто не была во вчерашнем платье. В другой раз я предложила явно более выгодные условия инвестирования. И это вызвало подозрения. И тоже отказали, получается. Это Нингуан, подумали они. Должно быть, что-то замышляет. Мы не позволим ей поживиться. Но мы вчера уже видели, как люди реагируют сейчас на образ Нингуан. А вот как. Но эти проблемы полностью исчезли после битвы с Осиалом. Почему? Потому что весь Лиуэ был свидетелем того, как я разрушила свой нефлитовый дворец. Ага, пожертвовала ради спасения Лиуэ. Пафизавру, привет. По крайней мере, это самое разумное объяснение, которое приходит в голову. А, поняла. Вы хотите сказать, что когда пожертвовали нефлитовым дворцом, то взамен получили всеобщее уважение. Ну да, это так и работает. Вы не стремитесь получить прибыль от этих шахматных фигур, потому что вы хотите в них запечатлеть ваш личный вклад в гавань Лиуэ. Хм, это была сделка века. Теперь ваш бизнес будет процветать. Да, точно. Верно сказано. Поистине блестящая стратегия. Госпожа Нингуан, вы действительно мастер своего дела. Теперь я понимаю, почему этот набор шахмат должен быть совершенным, и почему прибыль не главная. Хм, вы делаете огромное дело, и я вам очень благодарна. Пусть фигура путешественника его не разочарует. Ага, ага. Я бы тоже на нее посмотрел. Не волнуйтесь, мы приложим все усилия. Вернемся в нефритовый дворец. Хочу кое-что обсудить с тобой. А что за... Чего за... Грустинка такая была. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Когда я призналась, ты подумал, что я действительно циничный охотник за прибылью? Ха. Нет. Ну, как бы... Да пофиг, чем ты... Ну, чем... Чем ты там руководствовался, когда принимал решение? Ты его принял, ты это сделал. И именно поэтому как-то уже судят, а не... Зачем ты это делал? Если кто-то пнул котика, мы же не будем сидеть и разбираться, почему он пнул котика, да? Нас волнует факт, он пнул котика. Вот здесь тоже факт. Налицо. Она спасла гавань Лиуэ, пожертвовав дворцом. Главное, ты бы бесстрашно приняла решение. Ага, спасибо. Да, ты видишь вещи в их истинном свете. Я солгала, Синси. Мое решение уничтожить нефритовый дворец не было продуманным. Я просто решила, что мы должны сделать то, что должны. Это было решение, которое могла принять только я. И мы в ней, кстати, не ошиблись. Позже я утешала себя тем, что все мое богатство связано с гаванью Лиуэ. Поэтому потерять Лиуэ значит потерять все. В этом смысле отказ от нефритового дворца был выгодным, долгосрочным вложением. Но это не сработало. Я была убита горем. Словно в сердце возникла огромная дыра. Потому что я разорвала связь с тем, что было со мной всю мою жизнь. Не знаю, сколько я смотрела на море. Я не могла забыть. Не могла отвлечь себя от этих мыслей. Я никак не могла утешить себя. Да и зачем? Но время шло. Я получала столько блага... Столько благодарственных подарков и писем. Все описывали, как они теперь видят меня в новом свете. Как я стала для них источником вдохновения. Я без колебаний отказалась от нефритового дворца ради гавани Лиуэ. Теперь люди вдохновляются моим примером, чтобы с такой же непоколебимостью идти вперед через трудности жизни. Все это было так приятно слышать. Я почувствовала, что жертва была не напрасна. Так а зачем ты солгала-то тогда? Ну, потому что большинству не верится, что госпожа Нингуан это человек, который борется с горем и пытается отпустить прошлое. Этот образ не вписывается в их картину мира. Это одна из истин, которыми я могу поделиться только с тобой. Тот факт, что я не всегда могу быть такой сильной, как все думают. Да ладно, ты же правильно поступила. Спасибо за утешительные слова. Мне становится теплее, если даже просто говорю об этом. Прости, что я в таком состоянии. Обнима- обнимашки! Ну, а зачем? Зачем ограничиваться только поддержкой словами, когда есть обнимашки? И они работают намного более эффективно, чем вот слова. Но снова стоять в неферитовом дворце, любуясь видом. Должно быть, это награда судьбы для меня. Субару, спасибо за кошка-девочку. И если в будущем мне придется опять так поступить, а я без колебаний снова приму такое же решение. Так, ну, это, конечно, хорошо, но... Ну, где? 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 Где мы играем с ней в новые шахматы? Утругр? Спасибо! Спасибо за девять, кошка-жон! Спасибо! Сегодня чё-то прям кошка-жон налетела. И причем, знаете, они летят не то, что там по одной, по две, они тут по десять порой, по десять, по девять прилетают. Блин, какая же красота. Не, сегодня, сегодня без вопросов. Сегодня кошка-жоны точно впереди. Они прям настолько сильно уже обгоняют трапиков, что чё-то даже страшно становится. А воздух, спасибо за трапиком. Итак, у нас осталась последняя-последняя концовка у нингуан. А потом нас ждет и нечто странное. Возможно, нам будут петь. Возможно, нам будут петь то, что мне не понравится. Ммм. Так, так, так. И у нас остался последний, третий вариант отдыха. Посмотрим, куда мы еще можем пойти. Но я чуть не припоминаю, где тот выбор, который я могу сделать. Где я могу свернуть. И куда мы можем пойти. Вот-вот-вот вообще непонятно. Ну, ребят, туда мы пойдем после небольшого перерыва. Потому что... Живи, братиш. Потому что этот стрим я начал без кофе. Я не успел заварить себе кофе. И поэтому мне нечем себя радовать. Угу. Нечем лечить свой голос. Поэтому сделаем небольшой перерыв буквально на 5 минут. После которого продолжим. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok